Всем привет, с вами Алена Талаш, управляющий партнер компании Роско. Для того, чтобы безвизовый мигрант легально трудился в России, необходимо оформить патент. В какую сумму обойдется мигранту патент в этом году? В какие сроки он подлежит оплате? Узнаете в нашем новом видео. Патент представляет собой разрешительный документ, который дает право безвизовым иностранцам работать по найму на территории России. При этом, если мигрант приобрел патент в Москве, а впоследствии решит трудоустроиться в другом городе, то ему нужно приобретать новый патент. Иностранец должен платить за него так называемый авансовый платеж НДФЛ. Патент не нужен выходцам из стран ЕС. По какой формуле рассчитывается патент? Патент выдается на определенный срок. От одного месяца до года. При получении и в дальнейшем продлении патента иностранец должен уплачивать НДФЛ в виде фиксированных авансов. Размер фиксированных платежей составляет 1200 рублей. И каждый год индексируется на коэффициент диплятора, а также умножается на региональный коэффициент, который устанавливается каждыми властями субъекта РФ. Если же региональный коэффициент не установлен, то в расчете он не участвует, принимается за единицу. Полученное значение фиксированного авансового платежа округляется до полных рублей. Формула для расчета патента выглядит так. Граждане иностранных государств, желающие официально проживать и работать в нашей стране, нередко сталкиваются с трудностями при получении разрешительных документов. Компания Роско поможет оперативно и правильно оформить иностранцев. Доверив работу нашим специалистам, вы можете быть спокойны за результат, ведь она будет подготовлена в соответствии с требованиями закона. Все контактные данные вы можете найти на нашем сайте или написать в комментарии к этому видео. Сколько стоит патент на работу в 2022 году? В прошлом году коэффициент дефлятор имел значение 1.864, а в этом году его значение установлено как 1.980. Как видим, коэффициент дефлятор существенно увеличился по сравнению с 2021 годом. И это неудивительно. Только по официальным данным инфляция в России в прошлом году составила 8.39%. Если проводить сравнительный анализ стоимости патента на работу в Москве, при условии, что иностранец купил патент на 9 месяцев, то за работу ему придется заплатить в 2022 году на 5000 рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это много? Как вы считаете? Пишите комментарии к этому видео. Если же региональный коэффициент дефлятор существенно вырос, то стоимость патента тоже намного вырастет. В каких регионах самая высокая стоимость патента на 2022 год? Самые высокие региональные коэффициенты установлены в Тверской области, в Республике Карелия, в Тюменской области, в Республике Кабардино-Балкария и Республике Хакасия, в Ямало-Ненинском автономном округе, в Забайкальском и Приморском крае. Стоимость патента для работы в этих субъектах Российской Федерации выше, чем в среднем по России. Как рассчитываются фиксированные авансовые платежи, если патент действует в разных налоговых периодах? На стоимость патента оказывают влияние федеральные и региональные коэффициенты дефлятора. Зачастую срок действия патента приходится на разные налоговые периоды. Это значит, что действуют разные коэффициенты дефлятора. Тогда для расчета фиксированного авансового платежа нужно брать коэффициенты дефлятора, действующие на дату платежа. То есть, если иностранец вносит авансовый платеж в 2022 году, то в расчет берется коэффициент 1.980. Какие сроки оплачиваются авансовые платежи по патенту? Иностранец должен заблаговременно вносить оплату по патенту. Авансовый платеж вносится ежемесячно. Например, если патент выдан 20 декабря прошлого года, то следующий ежемесячный платеж должен быть совершен по нему до 20 января этого года. Не возбраняется оплачивать патент на несколько месяцев вперед. Просрочка оплаты патента может дорого стоить иностранцу. Опоздание с платежом на один день, либо оплата в меньшем размере, влечет за собой аннулирование патента. Внести авансовый платеж по патенту можно несколькими способами. В банке, в том числе через платежные терминалы, через почту, через территориальные МФЦ. Если работодатель примет на работу безвизового мигранта без патента, либо с истекшим сроком, то ему грозит штраф в размере от 250 тысяч до 1 миллиона рублей. Рада, что вы досмотрели это видео до конца. С вами была Алена Талаш. Если у вас остались вопросы после просмотра этого видео, смело пишите в комментариях к нему. И юристы компании РосКо с удовольствием на них ответят. И конечно, подписывайтесь на наш канал, где вы найдете массу полезной информации не только для бизнеса, но и для себя лично. Будь в курсе, будь с РосКо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова